Герои попадают во дворец Си и Оу Хочу, бля, сказать этому ёбаному Акэмурина Герои решили отпраздновать этот момент в парке развлечений под названием Destiny Land Они могут себе это позволить, потому что Хару богатая Хотя мы, как третисторонний наблюдатель, знаем, что не может всё идти так идеально И даже Хару об этом внезапно задумывается Что, в общем-то, и происходит Аккумуру сознаётся в своих грехах, как вдруг внезапно его хватает ментальный срыв Скажем напрямую, троллинг произошёл удачно Никто не знает, почему это произошло Ну, кроме, естественно, играющего, который сам до конца не понимает вообще, что происходит Об этом в бюро уже знают и Ниджимы Старшие, и Акечи И, кстати, вот тут внимание Акечи выдвигает позицию, что вряд ли убийство стоит за фантомными ворами Возможно, между ними есть кто-то ещё Резиденцию Аккумуру собираются обыскать А Саи замечает, что кто-то копался в её ноутбуке И спрашивает Акечи, не делал ли он это Он всё отрицает, потому что... Ну, в общем-то, он и не копался Да и как будто он может что-то плохое сделать, ну камон Кроме обыска в доме Акумуры, полиция собирается прийти и в Академию Шуджин Ведь там фантомные воры впервые проявили свою активность Кроме этого, во время обыска в доме Акумуры приходит известие о том, что визитку фантомных воров обнаружили у директора Кабаякавы Стоп, что? Думает Джокер, сидя на допросе, и... Да, я напомню, допрос всё ещё идёт Лично я на этом самом допросе отвечаю честно и прокачиваю ранг После чего Ниджима показывает нам визитку и заставляет говорить, какого хрена мы отправили её ей А вот об этом уже поговорить можно Футаба рассказывает о том, что миджет, который она забанила, был нереальным миджет Или... Как это вообще связано? А связано это так, что программный код можно сравнить с отпечатками пальцев И похожий программный код был обнаружен на фан-сайте, на который приходят просьбы изменить сердце этих людей Сайт был взломан, и президент Акумура взлетел по рейтингам вверх Это означает, что преступник планировал всё с самого начала Проще говоря, из-за миджет и за Акумуру был ответственен один и тот же человек Пока герой ищет зацепки, директор СИУ вызывает Сайни Джиму Кстати, СИУ это особый отряд, специализирующийся на расследованиях Короче, я просто буду называть это бюро, как называл и раньше Директор поручает Сайни Джиме задание по истреблению фантомных воров И она за него берётся Макота узнаёт о важном задании своей сестры и понимает, что дело как бы дрянь Настолько дрянь, что сейчас лучше вести себя как можно тише Ведь сейчас полиция в школе допрашивает абсолютно всех про фантомных воров И нас тоже спрашивают, ассоциируются ли фантомные воры с этой школой И я надеюсь, что нет Потому что страшно учиться с убийцами в одной школе Директор бюро продолжает восхищаться планами неизвестного А героям всё ещё нужно вести себя как можно тише Поэтому Макота, как президент студенческого совета, вписала их в авантюру Помочь ей разбираться с документами А точнее, с голосами учеников за то, какого особого гостя пригласить на следующий фестиваль Большинство, а возможно и все, решили пригласить Акечи И герои понимают, что они могут этим воспользоваться и расспросить его о каких-нибудь данных А сам Акечи становится постоялецем Лебланка И теперь почти каждый вечер встречает Рена Мнение Акечи о фантомных ворах немного изменилось Он всё ещё считает их преступниками, но не считает их убийцами И верит в то, что Акумуру убили не они Зато кто о фантомных ворах высказывается негативно, это политик Масаёши Шида Никого он вам не напоминает? Да, это тот самый чувак, который засудил Рена в начале игры Вот и Рена его голос кого-то напоминает Акечи, кстати, раздумывает над тем, чтобы принять приглашение на фестиваль На фестивале Акечи выступает на панели ответов на вопросы Где заявляет, что, возможно, раскрыл личность фантомных воров Но на вопрос, кто это, отвечает Ой, мне телефон звонит Он вместе с Макото и компанией отходит в коморку, где показывает им компромат И говорит, что с лёгкостью может использовать его против них, если они не будут работать вместе с ним А также он заявляет, что тоже может проходить в метавселенную и обладает такими же способностями И с тем самым преступником в чёрном он тоже встречался Но говорит, что не успел разглядеть его лицо и, в принципе, мог от него умереть Слово за слово разговор заходит про сестру Макото И Акечи заявляет, что Сайя может просто взять и арестовать главных героев, если захочет Потому нужно украсть её сокровище И в итоге фантомные воры соглашаются работать с Акечи Короче, Акечи нагнал стресса, поэтому почему бы не пойти пофлексить с Косуми? После адского тусича на школьном фестивале Рен и Футаба возвращаются домой И Соджиро спрашивает, а какого хрена? Что у Футабы делает визитка фантомных воров, которую Соджиро нашёл, когда убирался у неё в комнате? Соджиро требует немедленных объяснений, но Рен за неё вступается Словом, за слово Соджиро прощает Футабу, но всё ещё не удумевает, какого хрена Рен общается с криминалами Но Футаба проясняет этот момент и говорит, что это она попросила Рену, чтобы он украл её сердце И что Рен является фантомным вором Рен подтверждает это, и Соджиро не знает, как реагировать, но в конце решает, что он будет помогать Он не станет сдавать фантомных воров, даже если за это ему заплатят 1 миллион йен Хотя может и станет Герой и Акеча встречаются возле здания суда, так как оно является одним из ключевых слов для входа в дворец И Футаба интересуется телефоном Акеча, ведь это модель, которую она хотела Вот никто не научил её хорошим манерам В попытках угадать последнее слово Макото называет казино Дверь в метавселенную открывается, и герои решили не идти во дворец сразу, а сначала прогуляться вокруг В этом смысла на самом деле больше, чем вы думаете, поверьте Но в конце концов, все дороги ведут в казино Что ж, если вам интересно мое мнение про дворец, то дворец хороший Если вам интересно, как он изменился по сравнению с оригиналом, то абсолютно никак Он никак не изменился вообще По крайней мере, первый и второй этаж не изменились никак А вот третий этаж членства изменился только тем, что там добавили вроде как всего один зацеп с 7 Мволи А в остальном изменений вообще практически нет Само же путешествие на верхние этажи представляет собой погоню за Сая-сан, разграбливание казино, игру в азартные игры и битву на арене Этот дворец нельзя пройти минимум за один день, только за два, потому что один раз необходимо будет из него выйти Но я задержался в нём на большее количество дней, потому что хотел выформить себе нужные персоны, чтобы скрафтить сета Как я уже сказал, героям оказалось необходимым выйти из дворца и прийти на заседание суда, на котором будет работать Ниджима Нужно это для того, чтобы Ниджима заметила героев на заседании и открылся верхний этаж Сработало Но даже зачистив дворец, отправить визитку мы можем строго в дедлайн Потому 17 числа обещаем Касуме, что когда-нибудь мы с ней куда-нибудь пойдём А также перед отправкой идём к Маруке, и он благодарит нас как самого полезного ученика Шуджина, а также как фантомного вора Как он узнал? Ну, он видел нас, когда мы вышли из дворца Камашиды В общем, получаем 10 ранг советника и отправляемся бить босса Побеждаем Ниджиму в рулетке, превращая её в русскую рулетку После победы забираем сокровища, но нас окружают тени со всех сторон И как же пройдёт наш побег, я расскажу вам с самого начала Начинается всё прямо как в оригинале, с ёбаного в рот этого казино Кстати, я постараюсь указывать на отличия между оригиналом и переизданием, поэтому это даже образовательный ролик Внутри казино ходят милиционеры, задача которых найти опасного преступника, которым является наш главный герой Вор в законе, который даже не пытается скрываться, блин Правоохранительные органы преследуют главного героя, а он просто им ехидно улыбается и сваливает с награбленным Здесь катсцена переходит на движок игры, и мы можем слышать наших подельников Наших лучших друзей, с которыми мы прошли через всю игру Здесь нам передают управление и заставляют сбегать как можно дальше Интересно то, что кошак называет великолепным мувом пойти показаться толпе, будучи вором Великолепная работа, как всегда, Джокеры Да, Джокер это имя нашего протагониста, но на самом деле нет По пути Джокер встречается с охранниками, с которыми он элегантно снимает маску После чего начинается битва Боевая система здесь пошаговая, а большая часть геймплея представляет собой зачистку данжей Да-да, прямо как в вашей любимой игре Shin Megami Tensei Persona 3 Протагонист пытается сбежать через служебные помещения казино Совершает красивый полет на абордажном крюке После чего влипает в новую сцену, которой не было в оригинале, так как здесь появляется новая героиня Она спасает Джокера и называет его Сенпаем И Джокер наносит огромный урон всем противникам Также Касуми говорит, что она не является фантомным вором, потому что она сама отказалась от этого А также напоминает Джокеру об обещании, которое они сделали не так давно Совершив успешный побег, главный герой ломает стекло Его друзья отмечают, что он слишком много выебывается И он, собственно, довыебывается, так как приземляется прямо в толпу ОМОНа Нас несколько раз фотографируют на паспорт и оставляют на допросе Ладно, мой прикол вы уже поняли Последнее, о чем спрашивает нас Ниджима о наших товарищах В бархатной комнате мне говорят, что связи с моими союзниками помогут понять мне правду Прикол в том, что я тупой, и когда Ниджима произнесла всех поименно и спросила, являются ли они фантомными ворами Я сказал, да Видимо, в надежде на то, что это спасет меня, а также их Но к нам приходит Акечи, убивает охранника, который нас охранял А затем... Хм... Ты наконец-то подбил все вместе? Хм... Каза закрыта Это как твоя правительство заканчивается Да, то есть, то есть, а Керчи все это время, типа, блядь, то есть, это все, все, я ж мылся с ним, нахуй. Блядь, на, на то ли конец, что ли? Не, нахуй, переигрываем, друзей не сдаем. Отсылаемся на него, вот на него самого, да. Вот, вот сейчас, да, вот как, как, да, да. Самое главное, отсылаемся на то, что ему нужно показать телефон. Окей, выбор был уже правильным, потому что правосудие я вкачал с пятого по десятый ранг. А Керчи снова приходит, но на этот раз Сай-сан его останавливает и говорит ему, что это он тот, кто сдал фантомных воров. Она спрашивает его про телефон Джокера, после чего происходит нечто. Но в комнате для допроса происходит все то же самое, и Джокер снова умирает. Но игра не заканчивается, А Керчи ложит пистолет так, как будто это было самоубийство. После чего звонит, кому бы вы думали, лысому херу. Кандидату в премьеры Японии Масайоши Шида. Эти двое работали вместе и устраняли неугодных им людей, в том числе и директора СЮУ. Ни Джимми на телефон Джокера звонит Али Баба и предупреждает о том, что А Керчи это зло, и он пришел убить фантомных воров, а не допрашивать их. Она возвращается в комнату для допроса, а по новостям уже крутят новости о том, что лидер фантомных воров совершил самоубийство прямо в комнате допроса. В ахуе сидят все, в ахуе сижу я, единственный, кто не был до конца в ахуе, это Рюджи. Так, что вообще происходит? Дело в том, что абсолютно все уже давно поняли, что А Керчи это тот самый преступник, который стоит за ментальными срывами. Это было подтверждено и тем, что Футаба нашла у А Керчи на телефоне. Причем это понимал даже Джокер, я поясню, во время игры такого выбора не было. Рюджи отсылается на то, что во время школьного фестиваля А Керчи реагировал на Моргана так, как будто понимает его. Но они осознали это еще тогда, блядь. Они осознали это еще тогда, когда они были на школьной поездке на студию, и Моргана предложил пойти поесть блины. И А Керчи услышал это и спросил, типа, тут, по-моему, кто-то говорил про блины, да? Блядь, я извините, не могу, это просто охуенно. Я просто не пойму, как я сам до этого не додумался, это же, блин, на поверхности лежит ведь. Перед походом в дворец Сайсан герои спланировали все заранее. Та самая прогулка в когнитивном мире была нужна для того, чтобы найти место зала суда и то самое место допроса. Чемодан с сокровищем, который они украли, был фальшивым и подготовленными заранее. Они знали, что А Керчи притащат в метавселенную полицию. И все это для того, чтобы одурачить его. А что со смертью Джокера? А Керчи действительно убил его. Но только его фальшивку из метавселенной. В этот самый момент, когда Ниджима спрашивает А Керчи про телефон, Футаба активирует метавселенский навигатор на телефоне А Керчи и телепортирует их в метавселенную. А когда Футаба успела взломать телефон А Керчи? Тот самый момент. Проворная рыжая шалава. Все это было нужно для того, чтобы А Керчи поверил, что он убил настоящего Джокера. Но настоящий Джокер в реальном мире, а А Керчи в метавселенной. Кстати, и Ниджиму, и А Керчи примерно в этот же момент вытаскивают из метавселенной. И все эти невероятные истории герои рассказывают Соджера и Сайни Джиме. Что могу сказать? Это было действительно круто, это было действительно впечатляюще. Но самое интересное, чувствую, только начинается.